МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте мы преклоним голову, помолимся, попросим у Господа благословения. Мы сегодня в этом нуждаемся. Мы нуждаемся сегодня в Его дыхании, чтобы Он животворил Своё Слово, чтобы мы могли сегодня, и мы имели способность сегодня видеть то, что Он имеет для нас в этом дне. А Бог сегодня желает нас благословлять. Это Его естество, это Его желание. Он сказал, что Он греет и питает Свою Церковь, питает, естественно, Словом, своим откровением, греет, защищает её. И сегодня то, что мы здесь, на этом месте, это свидетельство того, что Он защищал нас, Он оберегал нас, и время, когда Он должен нас питать. Отец мой, благодарим Тебя за то, что мы есть Твоя Церковь, за то, что Ты нашёл нас, Ты привёл нас на это место. Благодарим Тебя за помазание Твоего Духа, который пребывает сегодня с нами. Я благодарю Тебя за этот организм живой, который имеет это дыхание, имеет эту жизнь, который работает на это тело, Господь. Благодарю Тебя за каждого и молю Тебя, чтобы Ты благословил. Пусть помазание, пусть сила сегодня Твоя пребудет на каждом служении, на операторах, Господь, на детском служении, на левитах. Тот, кто сегодня будет служить в Слове, тоже благослови. Мы так в этом нуждаемся. Открывай нам Своё Слово. Мы благоговеем перед Ним, благоговеем. Поэтому мы просим, благослови, Отец, чтобы мы могли видеть смысл, чтобы мы могли обогащаться через познание Твоей истины, Господь, чтобы мы могли ещё больше углубляться в Твою истину, пускать эти корни для того, чтобы приносить множество плода в это время и на этой земле. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, у нас есть уже традиция, очень хорошая традиция. По крайней мере, мне так кажется. Потому что меня временами посещают такие мысли. Немного ли я проповедую на служении? Я сейчас скажу, почему. Потому что я знаю, что немногие люди в состоянии работать над двумя, над тремя, над четырьмя мыслями. То есть очень сложно. Очень сложно. То есть единицы. Потому что я не хочу судить по одному себе. То есть моё большое желание, чтобы церковь, она обогащалась. Я понимаю, что то, каким образом она обогащается, она обогащается через познание, через откровение, через знание. Поэтому я с большим удовольствием всегда делюсь откровением, делюсь всегда словом. Для меня это, знаете, как большое-большое такое благословение. Поэтому для меня не существует ни времени, не существует вообще ничего, когда я начинаю касаться Слову Божию и касаясь самого откровения. Поэтому я понимаю, может, это приходит в мой разум как атака. Много. Уменьши. Возьми только одну проповедь. Поэтому если кому-то сложно и, допустим, много, было бы, чтобы только одна проповедь, а может, о псалмах не надо, я тогда вам разрешаю первый час провести служение кипяточек. Всё, тогда я отгоняю эту мысль. Что, что, что? Я понял. Саня, ты мне очень нравишься с твоей глубиной мысли. Слава Господу. Потому что мне кажется, что если мы пришли в церковь Божию, а почему я натолкнулся? Я как-то слушал одного проповедника, единственное, что он американский проповедник. И он говорит, я стараюсь больше двух мест Писания не изъяснять на служении. Я послушал, думаю, может, в этом и есть какой-то смысл. А потом я думаю, так и жизнь так может пройти, всё, не успеешь. Хотя я никуда не тороплюсь, сегодня мы только сорок девятый псалм разбираем, ещё впереди сто. Слава тебе, Господи. Ещё два года мы обеспечены псалмами. А потом, если что, пойдём по второму кругу. Какие проблемы? Всё равно, если бы я сказал, когда я проповедовал на второй псалм, кто помнит проповедь о втором псалме? Я вам честно хочу сказать, мой конспект помнит. Потому что всё то, что я проповедую, я всегда конспектирую, я всегда пишу. Поэтому, слава Богу. Слово Божие, оно всегда нуждается в напоминании. Временами мы думали, да, прочитал всё, это достаточно. Нет, 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 послушай. Оно нуждается всегда в напоминании. И я верю, знаете, у меня всегда такое понимание. Когда я прихожу к Слову Божьему, к Слову Божьему, к какому-то месту Писания, моё такое понимание. Ты приходишь как человек, который ищет полезные ископаемые в земле. Вот ты пришёл, и чем дальше ты начинаешь углубляться, тем больше есть шанс иметь какое-то благословение. Поэтому, если в жизни был момент, когда я торопился, искал какие-то откровения духовитые, духоманские, или как там, да, как вот, ну, в таком вот плане, что что-то такое неубодоразумительное, то есть мне казалось, чем больше оно непонятно, тем оно больше духовней. То время пришло, когда я начал приходить к такому пониманию, что то, что важно мне как верующему человеку, это понимать то, что сказано в Его Слове. Вот это то, что очень важно понимать. Особенно в Англии жизнь Иисуса Христа, потому что я помню даже, когда-то я такую нужду поставил на молитвенное служение, чтобы мы молились за понимание «Господь, дай нам понимание Твоей истины». Потому что то, что я заметил, что временами, то, что происходит из-за того, что не всегда есть понимание, пытаются прилепить слово, какое-то откровение туда, куда его не надо лепить. Или пытаются высосать оттуда то, что там абсолютно ничего нет. Даже и в помине не присутствует. Я помню, это мой год. Один год у меня был, я говорю, «Господь, дай понимание, дай понимание, пусть Дух Твоей откровения, Он будет присутствовать для того, чтобы можно было понимать, видеть». Знаете, когда ты соприкасаешься со Словом Божьим, чтобы оно тебя обогащало, даже то познание, которое уже есть, оно служило как материалом для Духа Божьего, который животворит, приносит понимание сказанных слов Иисуса Христа. Вот от этой многогранности понимания слова наше богатство, наша действенность в Боге, наша действенность в Боге, способность в том, чтобы Бог нас употребил. И мало того, то, что я могу сказать, применимость слова тогда в жизни, она актуальна, когда ты начинаешь понимать, когда к чему приложить. Потому что временами Слово Божие, оно как лекарство. Когда болит голова, то ты точно знаешь, что надо выпить таблетку от головы, а не слабительное. Не перепутать. Хотя то лекарство и то лекарство, особенно когда ты в Америку попадаешь, там все у них в баночках. И вот важно прочитать, что там на баночке. Если у нас там упаковочки, можно как. А там все в одних таких пластиковых баночках. Важно прочитать. И вот точно так же и здесь есть необходимость понимать, что, когда применять для того, чтобы иметь в своей жизни благословение. И вот сегодняшний Псалм, 49-й Псалм мы сейчас прочитаем. Этот Псалм, он очень часто цитируется. Очень часто одно место, один стих. Когда мы будем читать, у некоторых даже зажжется такая зеленая лампочка. О, вот это вот часто мы цитируем, это местописание. Но этот Псалм очень важно видеть целиком. Вот видеть его контекст, его содержание. Что послужило толчком к тому, чтобы появился этот Псалм. И вот почему этот стих, он горит ярким таким светом. Ярким таким светом. Стих этого Псалма. Пожалуйста, у нас сегодня чтец. Псалм Асафа. Псалм Асафа. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взолкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ликров козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И превоззови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берёшь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление моё и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заблечу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, то чтит меня, и кто наблюдает за путём своим, тому явлю я спасение Божие. Аллилуйя! Слава Богу! Ну что, какой стих для вас очень близко знаком? Четырнадцатый и двадцать третий. Но оказывается, кроме четырнадцатого и двадцать третьего стиха есть ещё и остальные стихи. И как раз на фоне тех стихов, которые написаны и были сказаны, эти стихи, они горят как ключевыми. Но важно видеть весь псалм. Первая мысль. Это пророческий псалм. Его написал Асаф, и этот человек, он был пророком во время служения Давида. Это написано второе параполименон, двадцать девятая глава, тридцатый стих. Почему? Бог помазывает людей. Есть люди, которые пишут определённые псалмы с определённым содержанием. Но Асаф, на нём была благодать прозорливца. Он видел, как его называют, был при Давиде Асаф прозорливец. Он видел и он понимал. Он понимал сердце Бога. И вот, знаете как, проходит служение. Проходит служение. И когда Асаф, допустим, он левит, он в колено леве, он левит, он служит. И можно было бы радоваться тому, собрались люди, пришли люди на служение. Можно радоваться. Слава Богу! Пришли, послушай. Они поклоняются Богу. Тогда то, что делали, приносили жертву Богу. И можно этому радоваться. Но сердце пророка, оно недовольно. Почему? Потому что он видит совсем другое. И вот как раз этот псалм, он начинается таким образом. Он очень весомо и очень содержательно начинается. Бог богов, Господь, Бог богов, Эль, Элохим и Егова. То есть если бы мы были люди, которые разговаривают на этом языке, и так прозвучало, Эль, Элохим и Егова. Возлаголил и призывает землю. Когда ты это слышишь, то, что происходит, многие бы присели. Если, допустим, прошлый псалм, мы с вами читали, и псалмопевец, 48-й псалм, когда он говорил, призывай, слушай, слушайте это, все народы, внимайте этому, все живущие во вселенной. Здесь придите, я научу вас мудрости, наставлю. Можно сказать, да, это от Бога, но можно увидеть, что есть вещи, которые человеку открыты. То здесь это пророческий псалм, который звучит вообще от имени Бога. Бог обращается к своему народу, потому что Он говорит, показывает о себе, каким образом Он приходит. И вот здесь то, что раскрывается картина величия Бога, огонь поедающий, Он движется. Мало того, Он призывает тех людей, которые в завете с Ним. Придите все те, кто в завете, со мной. И страшная такая фраза звучит, я буду судиться с вами. Ты послушай, когда ты на этом служении, или, допустим, когда Бог проговорит даже кому-то из нас таким образом, послушай, это страх. Одно дело, когда, я говорю, послушай, допустим, я, Леша, Леша, у меня есть мое такое понимание. Ну да, пастор, о, да, да. Я знаю, что Леша, допустим, меня уважает, если я с ним говорю, он да, да, да. Но второе дело, когда я говорю, послушай, Бог мне открыл, Леша. Это то. Ты понимаешь, когда человек находится в благовении перед Богом, то, что происходит, он приходит в страх и в трепет. Вот точно так же и этот псалм, он приводит, должен приводить в страх и в трепет, в страх и в трепет, страх и в трепет, понимая того, что Бог может приходить к своему народу по-разному. Он может приходить по-разному. что временами можно ожидать его как любящего, как пророка, как учителя. А здесь то, что происходит, он приходит как судья. Он приходит как судья. Не потому, что, допустим, утром Бог проснулся, я знаю, что Бог не спит и не дремлет, но, к примеру, вот так, знаете, временами по-человечески как можем размышлять. Вечером хорошо, все чудесно, хорошее настроение, утром просыпаешься, может, пару раз ночью проснулся, настроения нету. Вроде вечером был добрый папа, утром просыпается злой папа. И вот точно так же можно подумать, ну, все и с Богом. Вчера был хорошим, а сегодня злой выступает, послушайте, Эль-Элохим и Егова. Опа! Потому что Творец всемогущий, Бог Богов. Творец, Бог Богов, который обладает всей властью, всей властью, всей силой. И вот Он идет. Это не просто какой-то там враг идет, от которого еще можно отбиться или убежать. Когда Бог идет, ты никуда не денешься, ты никуда не отобьешься. Вот поэтому то, что делает Бог, Он привлекает через уста Асафа, Он привлекает внимание людей. Будьте внимательны. Точно так же, как тогда это требовало внимания и вникнуть в те слова, которые звучали. Послушайте, точно так же и сегодня. Точно так же и сегодня есть необходимость вникнуть в те слова, которые говорит Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог твой. Страшные, страшные слова, которые звучат. Страшные слова, которые звучат. Ну, кто-то скажет, ой, послушай, ну, мы же в Новом Завете, сегодня совсем другое послание, совсем другой мессич, другое послание. Я с вами согласен. До определенного момента, пока мы не откроем с вами книгу откровений. И мы не прочитаем первых три главы, когда Бог посещает в лице Иисуса, посещает свои церкви. И когда Он посещает свои церкви, знаете, многие вещи, они развеиваются. Вы знаете, вот как церковь может жить, своей какой-то жизнью, как попало, это точно то, что было с Израилем. Они жили то, как попало, как было им угодно, против истины. Ну, то, что они делали, они справно приходили, в храм приносили, жертвы, и Бог возмущается. Послушай, неужели все то, что вы, вы пытаетесь удовлетворить меня этими жертвами, которые вы приносите, вы эту кровь проливаете этих жертв, вы думаете, вы удовлетворите меня этой жертвой? Да послушайте, все мое. Все мое. Почему? Потому что людям, люди подвержены терять суть поклонения Богу. Вот люди, то, что они подвержены терять суть поклонения Богу, особенно в тот момент, когда Бог не приходит, как судья. Ну, послушай, мы же так поклонения, мы же так жили, ну, какие проблемы? Сколько сегодня верующих людей, которым этот псалм, он звучит пророчески. Говорит, мы верующие. Но вопрос в том, когда Бог приходит в нашу жизнь, как Он предстанет, как Бог, который пришел давать награду или скажет, я пришел, как Бог, судья. Потому что эта картина, вот, она точно, 49-го псалма, она как в книге Откровений. Первое, то, что открывается Иисус, Его величие, красота, и то, что произошло с Иоанном, Он упал, потому что и увидел Иисуса в Его славе, в Его величии, потому что когда ты даже читаешь, и если ты дашь возможность своему разуму включить фантазию и увидеть все это величие, внутри тебя тоже, ты внутри себя тоже приходишь в этот трепет, в этот благовейный страх, послушай, что это не Бог, панибратик. Ой, Иисус, ты мой Кент, ты мой панибратик, давай, послушай, ты не понял, или ты обнимаешь беса под именем Иисус, мой панибратик, мой дружочек, пошли, нет. Величие Бога, вот почему псалмы, то, что они делают, они всегда в народе Божьем воспитывают величие Бога. и я возвращаюсь к той мысли, что когда народ приходил приносить жертву, то, что он терял саму суть, а в чем заключается суть? Заключается в том, что Бог ищет для себя поклонников. Поклонников. Не по внешности и не на лбу написано поклонник. Как сегодня Саша, мы развариваем него на футболке в следующий раз. Говорю, хорошая футболка, в следующий раз. Дьявол, приходи в следующий раз. Не сегодня. И написано поклонник? Нет. Или на футболке написать поклонник? Нет. Богу важна суть. И ты говоришь, да, я поклонник. А он говорит, послушай, ты поклонник? Все то, что ты делаешь, разве оно тянет на то, чтобы можно было тебя назвать поклонником? Почему я сегодня говорю очень резко? Категорично и резко. Почему? Потому что я чувствую в этом псалме вот эту категоричность и резкость. Вот категоричность и резкость, которая звучала. Я понимаю, Бог поднимает пророка, уже достали, уже просто достали. Что вы тут топчете эти дворы? И когда ты смотришь, изучаешь Ветхий Завет, ты видишь, что это как цикличность какая-то в Агея, Малахия, другие какие-то малые пророки, ты видишь, это как цикличность. Которая происходила в жизни израильского народа. Вот точно так же и у нас есть такая цикличность терять саму суть жизни поклонника. Что поклонение, оно заключается только в том, прийти в церковь и спеть красивый псалм. Аллилуйя! Господи, ты видишь, какое у меня лицо. Аллилуйя! Ой, Господи, радуйся, я пришел, радуйся! Я тебя счастливу. Нет, поэтому то, что он и делает, он делает акцент на внутренний. Говорит, хватит носить этих козлов, принеси в жертву хвалу и воздай всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби твоей, я избавлю тебя и ты прославишь меня. 23 стих. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путями своими, тому явлю я спасение свое. То есть, если мы увидим в 23 стихе две мысли. Первое. Тот, кто чтит меня, тот, прошу прощения, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И следующее. И кто наблюдает за чем, чьими? Своими. Тому я явлю спасение Божье. То есть, микс, микс неразделимый. Всегда то, что люди делают оценку. Послушайте, давайте прославим Бога. Бог, тот, кто его прославляет, тот чтит Бога. Давайте будем славить. Послушайте, а кто будет наблюдать за путями своими? Кого это касается? Потому что в этом псалме Бог пришел, Бог пришел судиться со своим народом по одной только причине, они утеряли суть самого поклонения, то есть потеряли суть самого поклонения. Почему? Потому что поклонник это образ жизни. Это как фанаты Динамо. Я помню, один из братьев как-то меня пригласил на футбол, пастор говорит, поехали на футбол, поехали. Говорю, ну надо достойно выглядеть. Все, он меня одел, я как свой прошел, Динамо, кепку, футболку, я пришел и там такая же толпа. Все, и мне понравилось, я тоже кричал, давай, 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 ну за Динамо, я хотя не болельщик, не ярый фанат футбола, но уже когда попал, я вписался. Люди, они живут, поклонники, они живут, у них определенный образ жизни, вот точно так же, то, что и Бог, Он желает, чтобы народ Божий, Он имел определенный образ жизни, определенный образ жизни, и он 16 стиха, он говорит, грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слово мое бросаешь за себя. Что есть некоторые, как послушаешь, как почитаешь, где-то в социальных сетях такие отряды пишут, думаю, Боже, такие умные, мне бы так вот это написать, самого себя удивить, вот так вот строчит, вот это да, и Бог такой, и такой, и ты слушаешь, вот это да, а сам думаешь, Господи Боже мой, вот как, а то, что делает, а слово бросает, многих учит, а сам живет. Дьявол позавидует. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с пролюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой вплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. А кто такая сына матери? Сын, сын, сын матери. На Диму? Дима, если ты смотришь, прости. Не знал, что это ты. Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты, изобличу у тебя, и представлю при глаза твои грехи, твои. Уразумейте это, забывающая Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющих. Вот даже в этом милость Бога, что Бог приходит, и Он предупреждает, и говорит, послушайте, вы приносите свои жертвы, а они, они тщетны. Если вы приносите эти жертвы, но в этом не присутствует сердце, поэтому Он говорит, прославьте меня, прославьте, принесите жертву хвалы. Почему? Потому что жертва хвалы, она приходит только откуда? Из сердца. Поэтому Иисус обвинял этих евреев. Говорит, они чтут меня устами, а сердца их недалеки. А сердца далеки. Они сердца свои отодвинули. Вот поэтому и сегодня этот псалм, он тоже актуален. Вот он сегодня тоже имеет весь, имеет тоже значение, вот то, что необходимо, это соединить, соединить, увидеть эту полноту жизни, которую ожидает сегодня от своей церкви Господь, ожидает Бог. Ожидает Бог. Ты пришел поклоняться, ты пришел там это, а твои уста там клевещут на брата, материт чей-то. Ты ищу там какие-то вещи. Мало того, и вора оправдуешь, ну, у него другого случая нет, ну, послушай, и с вором соединился, ну, давай, ну, жопа, делаешь, то есть. Жизнь такова. Ты воруешь, я тебе помогу. А Бог говорит, нет, если даже человек делает какое-то ободрение, ободобрение, то момент в том, что Бог, Он приходит, и Он приходит, как судья, который освящает. когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. То есть о чем это? Об отношении. Сходиться, это с прелюбодеем сообщаться, это соединяться, иметь что-то общее. Уста твоя открывается на злословие. Легко, послушать. У некоторых, как пулеметчик, такой обойма только злыми словами, заряжена. Я сегодня на служение расскажу одну такую живую ситуацию. На служение собираемся, я прихожу машину с гаража доставать. Кто-то машину свою поставил прямо под гаражом. Вот думаю, дьявол. Ну, у меня было чем заняться, я пошел, кормушечку вешал, семечки насыпал. И приехал мой сосед по гаражу. Тот матюкается тут на все. Тот сразу подсоединил рожок и пошел. Весь запас в связи спокойно. Все в контроле. Все в контроле. Звоним, телефон мало человека стал. Звоним, не кто-то, в зоне на досягание. Потом, когда дозвонился, я говорю, пожалуйста, заберите машину. Пришла какая-то женщина. Ну, сосед ее перед этим встретил, пару очередей дал. Она ранена и подползла ко мне. Или подошла. Сразу говорю, пожалуйста, заберите машину. И она сразу берданку свою достала, начала по мне стрелять. Я говорю, послушайте. Говорю, послушайте, есть такое волшебное слово, извините. Она на меня смотрит, вроде как откуда-то прибежала. Вроде машина такая солидная, она на меня так смотрит. Говорю, да, ну а что вас в детстве не учили-то? Да я вот только услышала телефон. Я говорю, я пять раз звонил, в зоне на досягание. Вот это. У меня вот все, открывает свой телефон. Вот, смотрите, вот я только услышал, я сразу пришел. Ну, говорю, хорошо, машину все равно уберите. Она, что мне теперь? Ну, говорю, вот смотрите, сейчас он отъедет, а вы туда поставите свою машину. На меня, тун-тун-тун-тун, глазами. Не сведение. То есть я понимаю, что что-то попало не в ту сторону. То есть что-то, потому что я понимаю, человек настроен, то есть отстоять свою неправоту, отстоять свою неправоту. Потом я помог еще поставить эту машину. ну, давайте я вам помогу. Вы видите? Не-не, ну, говорю, давайте, вот все, все, пусть стоит. Думаю, вот так пусть стоит, чтобы потом удобнее было вам отсюда уехать. И ты понимаешь, что сегодня сплошь и рядом в этом мире. Но вопрос в том, что, послушайте, Бог вступил в завет с нами. И это то, что этот завет, он должен оставлять на нас отпечаток. Мы дети Божьи. Мы должны стремиться к тому, к его совершенству. Не без того, не без того, что мы будем падать, мы будем спотыкаться в неудобный случай, и мы достанем свой пулемет, особенно, когда на нас пулемет, мы свою пушку выкатим и будем стрелять. Не без того. Но вопрос в том, что есть такое волшебное слово, простите меня, извините, я не прав. Я не прав. Это то, о чем Бог говорит к своему народу. К своему народу. Вы собираетесь, вам хоть не собирается, потому что только собираетесь и начинаете дрессвой друг на друга переливать. А ты знаешь, а тот, а та, а та. А кто-то послабеет. Там пошли они со своей церковью, там только придешь, только кости там и моют. Кто-то посильнее, я вам сейчас-то дам. Дашь до того момента, пока Бог не придет и скажет, стоп. У него есть такая кнопочка, стоп. Стоп. Говорит, ты думал, что я такой, пока я молчал, ты себя вольготно чувствовал, ты поступал, как хотел, ты жил, как хотел. Ты думал, что я такой, я буду на это все смотреть вот так вот? Нет. В какой-то определенный момент он придет. Ты скажешь, ну я год так себя вел, я так год, два, три, четыре, пять, я вот так вот жил. Послушай, на пятый год придет, когда ты не ждал. Господи, за что? Открой 49-й псалм, а может и есть за что? А может и есть за что? Сколько людей расстрелял? Сколько людей покалечил своими устами? Для каких людей ты потерял вообще, а как, дал им возможность потерять ориентир? Когда ты с блудником соединялся, общался, да ничего, да я, да ничего страшного, ну что, ну что, ну что, ну я понимаю, это же любовь, любовь, я понимаю, я тебе нужду, ну гормоны, ну я понимаю, возраст, я все, я все понимаю. Ты бы, да, да, а Бог не такой, а Бог не такой. Говорит, ты не такой, или с ворами соединялся, ну сегодня время такое, а по-другому, может никак не получится, не обманешь, не проживешь. Странно, есть некоторые, которые не обманывают, и живут. А кто-то даже додумался и молиться, Господи, сохрани меня от того, чтобы я не обманывал, поставь меня на такой путь, огради меня, дай мне возможность жить честно, дай мне возможность не обманывать людей, дай мне эту возможность. Никогда в своем пороке нельзя мерить Бога по себе. Бог это не тот, кто снисходит и легко относится к тому, ну ничего страшного, да подумаешь, ну детки, ну знаете, как детки, как есть в некоторых семьях, ну это, ну это детки, ну ничего, пошалели детки, ну что сделаешь, ну детки, ну знаешь, нет, Бог, совсем другой Бог, Он через свое слово открывает нам. Поэтому на 49-й псалум не только надо смотреть на 14-й, на 23-й стих, принесите в жертву хвалу, аллилуйя, давайте, принесите, принесите жертву, потому что Бог смотрит на весь комплекс, Он не только смотрит на, он, знаете, какая у него проблема, знаете как, Он смотрит на сердце, Он не на уста, уста может быть косноязыче, можешь петь в разные стороны, в тональность не попадать. Я хочу сказать, а Богу это будет приятное пение, почему? Потому что оно исходит из сердца. Можешь там аллилуйя, аллилуйя, или там все в одном стиле, ты в другом стиле валишь. Ты одно поешь, а ты другое поешь, а Бог смотрит на сердце. Почему? Потому что Ему важно, важное наше сердце. Вот даже сегодня мы пришли на это служение, мы будем сегодня славить Его, мы сегодня будем приносить жертву. Мы сегодня и жертвовали, потому что мы сегодня пришли, кто-то пораньше приходил на это служение, служил, организовывал, делал молитвенное, группа порядка, дьяконское служение, операторы, наставники, все приходят, все приносили жертву, все приносили жертву, все жертвовали, но время, когда мы почитаем Его своими сердцами, а наши дела, они идут вслед за нами. Поэтому давайте поднимемся. Группа прославления, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!